Создать праздник для детей и инвалидов, оказать им внимание и порадовать подарками. Чтобы исполнить поставленную цель, волонтеры приложили немало усилий. Задачу несколько осложнили довольно необычные пожелания ребят, однако активистов БРСМ сложности не испугали. В письмах Деду Морозу мальчики просили спортивный инвентарь, экипировку, конструктор и гаджеты. Среди пожеланий девочек, игрушки, сладкие подарки, набор для творчества, домик для кошки. А вот желание 18-летней Анны Левкович не только удивило организаторов мероприятия, однако заставило максимально потрудиться. Самый экстравагантный был, который нам не доставил тяжелых действий, то есть в другую страну пришлось обратиться. Это автограф Сергея Безрукова или какой-то сувенир от него. Мы связались с представителями Сергея Безрукова непосредственно в Российской Федерации, его помощницей, откликнулись тоже очень живо. Мы получили сувенир такой, очень хороший его тоже. Была выставлена фотография, которая участница с его автографом и пожеланием. Девушку зовут Анна, она тоже это получит и на память сохранит, я думаю, ей будет приятно. Приятные впечатления получили в этот день абсолютно все ребята. Осуществление желаний – радостный и редкий момент, который они, несомненно, будут вспоминать еще долго. Со словами поздравлений, с добрыми пожеланиями на праздник пожаловал главный герой Дед Мороз. Вместе с красавицей-внучкой он провел развлекательную программу. Новогоднее настроение присутствующим помогали создать музыкальные коллективы и вокалисты Бреста. Я сначала не ожидал, но потом обратился. Очень верил, наверное. Что заказал? Деду Морозу. Телефон. Мобильный телефон. Вот расскажет обратился. Я попросил Деду Морозу телефон, заходит этот вопрос, и здесь вообще не было такое. Попросил Деду Морозу телефон. Я очень ожидал этого. Я очень сильно ожидал, потому что я никогда раньше не думала, но мне очень захотелось. Сегодня какие ощущения испытал, когда уже вручили тебе подарок? Самое лучшее ощущение. Рад, даст и восторг. Благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя» прошел во всех регионах области. В рамках мероприятия, благодаря инициативе и активной деятельности добровольцев БРСМ, дети получили заветные подарки, приняли участие в новогодних утренниках. Забота о оказании внимания детям, инвалидам – одно из важнейших направлений деятельности представителей молодежного актива. И эта работа не одного дня, трудятся волонтеры на протяжении года. В каждом регионе у нас действует более 100 отрядов волонтерских. Это при БРСМ. Еще в каждом учреждении образования тоже действуют волонтерские отряды. И в новогодние праздники они проводили различные акции. То есть они посещали социальные приюты, детские дома, делали для них концерты, дарили подарки. Череза случаются, если очень в это верить. Ребята, загадавшие желание под Новый год и сегодня получившие заветные подарки, наверняка запомнят этот день, а главное в их памяти останется послевкусие волшебства и новогоднего настроения. София Бережная, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.